ok let's start up 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 you can see me i think one second ok nice let's start so guys что ж нам нужно сегодня обязательно карандаши pencils and markers маркеры и карандашики мы уже с вами начали рисовать зелень мы сейчас повторим как мы это делаем и потом ускоримся и начнем рисовать это везде давайте я сейчас возьму один какой-то зеленый листочек для того чтобы мы вспомнили как рисуется зелень на иллюстрации и мы везде где зелень есть должны будем ее исполнить в том же стиле и так сколько оттенков зеленого нам надо правильно пальчиком правильно дина показывает лера правильно темно-зеленый dark green just green and light green три тона зеленых и обводить мы контур будем можно темно-зеленым или даже синим вот у меня и синий это марки маркер и так три тона зеленых 3 chance of green и 1 марки и 1 марка так отлично очень хорошо лерочка есть зеленый еще светлее вот самый светлый зеленый еще посветлее есть да чтобы было более очевидно разница more light и так и до 1 очень хорошо очень хорошая разница в тоне если нету то ты можешь даже какой-нибудь использовать желтенький тоже будет красиво здесь желтенький это самый светлый окей в пройти какой-нибудь холодный желтый он тогда будет выглядеть как зеленый когда ты покроешь будет как будто солнышко посвятил айлин как у тебя получилось найти давай ждем но я прошлый раз этот использовал окей хорошо возьми дайся он очень светленький просто можешь когда еще будешь штриховать не сильно дави тогда он будет светлей окей итак у меня а мы начинаем с темного цвета мы начинаем с тени всегда начинаем с теми и накладываем везде тени где есть везде то есть я сейчас найду все листочки которые у меня есть а в fine all green лифт и all green items вот он да я беру да да алина очень хорошо у тебя темный просто и светлый отлично прекрасный выбор и так я сейчас беру просто зеленый время темно-зеленый и везде где у меня есть обязательно подкладывайте под руку что-то и везде где у меня есть контур конечно я накладываю темно-зеленый контур не забывайте что свет идет справа сверху до light is going on the right side это значит что мы будем опа сломала я так и знала что сейчас секундочку и потачу вот 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 окей у меня забилась точилочка и сломался карандашик и так мы сейчас делаем контур темно-зеленый для всего что мы видим и конечно же тень да сейчас я покажу и так смотрите вот у меня есть листочек я делаю тень вернее контур и обязательно я дополняю тень до снизу и сбоку таким образом чтобы карандашик и не было видно и мы это делаем достаточно быстро то есть контур конечно мы делаем аккуратно да мы с контуром не торопимся потому что в иллюстрации аккуратно должно быть все иллюстрейший щитбе ищите джо кончу вай карфу выгодить из вас трещин стал яс вот у меня здесь еще один зеленый а его моргума пись так вот у меня тоже зелененький вот здесь вот травка зеленая вот здесь есть травка вот так вот это темно-зеленый dark green да так ну и в принципе все у меня больше зеленого нету то есть больше зеленого нет это был темно-зеленый да это был темно-зеленый я вижу алисенька что ты подключая подключилась мы тебя ждем и так потом мы идем просто зеленый да просто зеленый посмотрите просто зеленый я уже заполняю углубляюсь привет алисенька привет да отлично у тебя у тебя все зеленые листочки заполнены или есть какие-то зеленые листочки которые еще не раскрашены у тебя все заполнены как хорошо значит и вовремя а мы как раз сейчас заканчиваем и светло а ты проверь так ли у тебя или нет мы используем три тона темно-зеленый просто зеленый светло-зеленый посмотрите светло-зеленый очень похож на желтый да посмотрите очень похож на желтый и он такой делает такой яркий цвет и фломастером мы делаем узор контур значит я беру фломастер алис тоже проверь что у тебя есть контур контур мы делаем только со стороны тени молодец можно темно-зеленым можно синим это неважно то есть можно и темно-зеленый все правильно сделано очень все хорошо сделано и так я сейчас делаю контур обратите внимание что контур я делаю со стороны тени и конечно обязательно надо нам к вот вот именно фломастером сделать узоры на листиках пожалуйста сделайте узоры на листиках чтобы листики не были простыми да не просто например вот этот листик можно сделать полосатым смотрите вот смотрите он полосатый видите он интереснее смотрится потому что я добавила какой-то узор а например вот у этого цветочка я опять делаю тень слева и сделаю вот такой полоски полукруг видите я ведь добавила детали полосочки и это смотрится интереснее мы это все делаем фломастером опять делаю контур и делаю узор например полоски я не давлю сильно то есть ну просто чтобы оставались полоски вот посмотрите вот еще один полосатый листик видите за счет того что я делаю узоры это смотрится интересней точно так же вот у этого вот у меня здесь вот смотрите узорчатый а справа я не делаю потому что здесь свет видите слева тень айду до контура анда лэвт сайт он the bottom where we have shadow it's very important guys and girls so i enjoy the контур он дошли на сайт он давай сайт айдон дырис видите со стороны света я не добавляю контур только со стороны тени can you hear me айлин я могу тебя ну да включи микрофончик нет сейчас не слышно тебя не слышно да то есть ты говоришь звука нет да у алисы прекрасно алиса прекрасно алису тебя есть по какие-нибудь узоры на листиках например полоски или какие-то узорчики или например например колючки смотри например я могу сделать колючки смотри вот у меня вот так вот я сделаю колючки то есть какие-то узоры для того чтобы обогатить твой рисунок у меня сломастер убежал убежал лови его и добавляю узоры и мы сейчас у всех посмотрим узоры алины пропал звук алины и мы сейчас посмотрим у кого какие узоры получились мне хочется посмотреть узору у каждого из вас и так я добавила узоры здесь у меня на бок узор здесь длинные полоски до что 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 алис я не алиса а кто это лера сказал просто лера да а окей да еще раз повтори вопрос я не успеваю а окей я подожду вот смотри вот положила карандашик спасибо что сказал я подожду а алин тень ты спросила напечатала она смотри вот с этой стороны слева и снизу слева и снизу а свет справа и сверху дошеда он далай в цайт и анда баттон далай андетов сайт и андрайт андрайт Кто получилось сделать узор, обязательно покажите мне. Алина, как у тебя получилось сделать? Вы меня слышите? Да, сейчас да. Хорошо, я почти закончу. Отлично, Алиса, прекрасно, очень красивый узор, потрясающий узор у Адины, прекрасный, очень красивый узор, да, Адин. Шикарно, очень хорошо. Давайте посмотрим Лерочка. Лер, даже если ты еще не закончила, это окей, просто покажи, я примерно буду ориентироваться, где мы. Так, ага, молодец, да, очень хорошо, отлично. Тень можешь делать поярче, то есть со стороны тени зеленым посильнее нажимать. Итак, ребят, включай Лерочку, Лер, ты можешь сейчас добавить в какой-то листочек тень, то есть то, о чем я сказала, чтобы было поярче. И все-все, весь класс переходит к следующему этапу. Мы сейчас с вами будем делать деревья, да, стволы и деревья. Вот посмотрите, вот дерево растет, вот деревяшечка растет, корнями она уходит вниз, и нам нужно будет сделать, ну, то есть уже коричневый фон. Поэтому мы берем три коричневых, we need to take three browns, dark brown, темно-коричневый. Oh, this is dark brown, just brown, just brown, just brown, just brown and light brown. You can see, вы можете проверить вот здесь еще, посмотрите, видите, по вот этим, да-да-да, один, очень хорошо, да, прекрасно, прекрасные оттенки, хорошо, что сразу подбираешь очень. Вот вы можете еще тут проверить, то есть иногда вот здесь не всегда соответствует. Смотрим, Алисенька. Я вижу, как будто там зелененький у тебя, да? А, он просто в красочке. Окей, да, покажи еще раз, чуть-чуть подальше просто. Подальше, подальше. Ага, вот так. Так, да, вижу, темно, промолодец, да, отлично, умничка, замечательно. Лерочка, давай тоже подберем, то есть от травки переходи к земле. То, что ты травку не закончил, ничего страшного, ты идею поняла, и у тебя все правильно. Ты потом это самостоятельно можешь завершить. Для меня главное, что ты смогла сделать, ну, поняла идею, и у тебя получается. Давай подберем три коричневых, да. Айлин, прекрасно, отличные оттенки, отлично, замечательно, да. И мы берем, как обычно, темно-коричневый. Сейчас я его поточу. И не забывайте подкладывать листочек, да, не забывайте какой-то листочек подкладывать. У меня есть здесь веточка, я делаю контур, а я, конечно же, начинаю со стороны тени. Помните, где у нас тень? Снизу и слева. И, конечно, корень уходит туда вниз, да, то есть корень уходит вниз, вот сюда вот, вниз. И внизу он там совсем будет темненький. Итак, внизу корень под землей, он темный, поэтому там он будет более такой dark. Особенно контур будет сильный. Лер, Лер, да. Лер, Лер, отлично, умничка, очень хорошие три коричневых. Да-да-да, Лер. И начиная с темного. Я обозначаю, где у него, посмотрите, находится ножка у дерева, да. И продолжаю контур обязательно темно-коричневым под божьей коровкой, потому что от нее тень, да. Ну, у меня там есть божья коровка. Да. Лер, Лер, у меня нету такого дерева. Возьми любое другое, например, вот здесь слева дерево, да, то тогда у него контур делай. Любое другое дерево. И везде, где у тебя есть карандашик, смотри, везде, где есть карандашик, везде там делай темно-коричневый фон. Ну, как бы обводи, чтобы карандаша простого не было видно. Вот тут, видишь? И, конечно, снизу, вот тут вот, где дерево входит в землю, вот тут вот будет тень. Да, Алисонька, тебе помочь? Нет. Обратите внимание, мы тонируем очень равномерно, да, то есть мы не тонируем, чтобы прям штрихи было видно сильно, а достаточно равномерно, чтобы тон был ровненький, да, небольшие штрихи были. У вас, вы все хорошо здесь штрихуете, тонируете хорошо, так что, в принципе, я не переживаю. Итак, вы можете видеть, что слева и снизу я наложила тень, да, посмотрите, слева и снизу как бы тень есть, да, темно-коричневым я это сделала. И то же самое у дерева, да, посмотрите, вот то же самое здесь у дерева. Обратите внимание, я делаю контур, да, везде, где мы контур полосатое дерево рисовали, вот этот контур я как раз-таки и обвожу, да, для того, чтобы не было видно простой карандаш. Ну и, конечно же, корешок пошел туда, корешочек пошел. Темный корешок пошел. И тут к мышке, помните, у нас корешок прошел. Мозольки рисую тоже, то есть контур достаточно ярко мы делаем. Везде, где деревья есть, мы делаем контур, везде, где есть деревья и корешки, мы делаем контур. А когда мы закончим, мы посмотрим, как у кого получилось и у кого какие корешки появились, да. Ира. Ира. Да. А надо раскрасить это место, где середина между корнем и ветками. А, вот это место оставь, пока можешь его не раскрашивать. То есть главное, контур сделай, его оставь, потому что мы там просто коричневым это сделаем. Да, хороший вопрос, спасибо. Оставь пока это место. То есть мы раскрашиваем под землей. Над землей. Раскрашиваем равномерно. Николя-моля, ребят, николя-моля, николяки-моляки, да. А чтобы равномерный был контур, тон. Когда раскрашиваете, можете чуть-чуть тон, ну как бы сильно так не давить, и он будет чуть светлее, тон. И мы сейчас посмотрим, как у кого получилось. За контур старайтесь не выходить сильно. Смотрите, какие корешки получились, да. У меня есть еще корешки от зеленого растения, да. Смотрите, я их тоже сейчас сделаю таким же цветом, потому что идея такая же. Вот. Так, у меня есть еще корешки от этого растения. Проверьте, чтобы от всех растений были корешки. От травы тоже? Да, от травки обязательно тоже коричневые, конечно. От грибочка. Травка же, она без корней не может жить, она же питается корнями. У грибочков тоже вот у меня здесь корешки. И вот еще здесь у этого цветочка. Так, проверяем, везде ли мы корешки или что-то забыли. Проверяем обязательно, что нигде корешки не забыты. От дерева я сейчас делаю более такие красивые, чтобы было, ну, прям много корешков от дерева. Такие, которые поменьше. Ну, вот как-то так. Так, это у нас был просто коричневый. Посмотрите, как красиво получилось. Это был просто коричневый. О, прости, темно-коричневый, темно-коричневый. Номер один, темно-коричневый, прости, зайка. Темно-коричневый. Так, смотрим, Лерочка. Да, Лер, очень-очень хорошо. Лер, ты можешь сильнее, чуть-чуть сильнее давить со стороны тени, для того, чтобы ярче было, да? Ты все правильно делаешь. Если будешь чуть-чуть сильнее давить, будет ярче такой эффект, особенно у корешков, да? Такой более темный. И работа будет ярче. Давайте посмотрим, как идут у Алисы Один и Алин дела. Алин, Алисенька, Одиночка. Ууу, как красиво, Алиса, отлично. Да, Алина, молодец, отлично. Смотри, Алин, ты верх уже сделала, да? Да, я вижу. То есть низ тоже достаточно яркий такой делай, чтобы он, ну, прям яркий был, да? Не такой прозрачный. Или если ты делаешь такой прозрачный, такой более полупрозрачный корни внизу, тогда должна быть земля очень темная. Ну, как оппозит должно быть. Так. Алин, как у тебя дела? Покажешь? Я чуть-чуть отстою, можете просто подождать? Да, конечно, подождем. Мы подождем. То есть вы можете продолжать с корешками, проверить, чтобы все корешки были на месте. И потом мы продолжим с просто коричневым. Это уже, чтобы сверху сделать наши деревья объемными. Алис, ты уже все с корнями? Да. Да или нет? Да. Да? Я все. Окей. Я сейчас покажу для Алисы, потому что Алиса все. Я беру сейчас обычный коричневый карандаш. Алис, и посмотри, дерево я добавляю сейчас просто коричневый. То есть это был темно-коричневый. А теперь я добавляю просто коричневый для того, чтобы придать уже цвет нашему дереву. Да, посмотри. По кругу. То есть я сужаюсь вот так вот. И просто коричневый, Алис, я добавляю в темно-коричневый тоже. То есть он везде присутствует. Угу. Да. Вот, вот. Видишь сразу, как сразу ярче. Вот, вот так, да, да, именно так. Отлично. Это просто коричневый я добавляю. Один, у тебя все корешки уже получились? И деревья тоже. А покажешь еще раз? Да. А тут внутрь, надо раскрасить. Да, просто коричневым. Секундочку. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Да, смотри, вот там, где у тебя дерево один, у меня дерево, видишь, вот здесь корни для дерева у меня не влезли, да? То есть у меня как бы, ну, половина. А у тебя все дерево влезло. И у тебя вот здесь слева остается много пространства. И корень, он как будто бы снизу отражение дерева. Вот чтобы такого не было, постарайся чуть-чуть, может быть, еще новые корни чуть вправо, чуть влево, да, сделать для того, чтобы было ощущение, что корневая разветвляется. Только помни, она всегда вилкой V-образно разветвляется, да? Тогда не будет ощущения, что это отражение. То есть у тебя сверху столбик будет, а снизу корневая. Плюс у тебя много места для этого. Тогда это будет смотреться живее, да, вот когда корни будут. Да, 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 Алис, отлично, да, ты все правильно делаешь. Да, внутрь добавили просто коричневый, а потом светло-коричневый. То есть самый центр уже светло-коричневый. Вот светло-коричневый. Я добавляю светло-коричневый и по тени тоже. И наше дерево становится очень ярким, видите? Ярко, да? Смотрите, какие яркие деревья, потому что мы добавили светло-коричневый. И деревья прям засветились, как будто солнышко на них светится. Ну и фломастер, фломастер мы используем, обычный коричневый фломастер. Да, Алиса, да, отлично. Просто фломастер мы используем для того, чтобы придать со стороны тени контур, помните? Но со стороны тени. Вспоминаем, что мы это делаем со стороны тени. И какие-то узоры. Узоры, например, полоски какие-то, неровная кора, да? Посмотрите, дерево может быть неровным, у него кора может быть. Тогда наша работа еще будет. Мозольки какие-то можно нарисовать со стороны тени. Тогда работа будет красивее. Я вот это дерево сделала. Да. Ух, лови. Лови, лови. Да, да, отлично, очень хорошо, да. Знаешь, я тебя попрошу, что у тебя дерево идет до конца листа, а корень не до конца листа. Доведи корень до конца листа, хорошо? Вот так, чтобы было ощущение, что у тебя, ну, как бы, корень по всему дереву идет. Видишь, у тебя вот здесь корень вот здесь заканчивается, а потом в свободное место. Да, очень хорошо, Алисенька, супер. Солнышко светит, прям видно, светит на дерево солнышко. Отлично. Добавляю узоры коричневым фломастером. Я сейчас делаю мозольки. Мозольки это такие кружочки на дереве. Полосочки добавляю для того, чтобы придать изюминку. То же самое с корнями. Неровный контур, чуть-чуть неровный контур. И также коричневым, посмотрите, я также делаю полоски на корнях, да, то есть я делаю узоры. Видите сразу, как красиво корни выглядят? Потому что я фломастером добавляю контур. Ирина. Да. Отлично, да, умничка, очень хорошо, супер. Добавляю фломастером контур. Спасибо, что меня зовёшь, видишь, а то я иногда вниз смотрю, не вижу, когда, ну, что кто-то показывает. Я отвлеклась и могу не увидеть. Здесь тоже полосочки. Здесь добавим. А такой пойдёт? Да, отлично, отлично, прекрасно пойдёт, очень хорошо. Ну, смотрите, как красиво получилось. А я ведь всего лишь фломастером добавила контур и полосочки, чтобы сделать узорчик. И мозольки, да? То есть я всего лишь использовала фломастер. Да, да, Алис, видишь, как красиво, да, ярко получилось теперь сразу такой объёмный корень. Красивый получился. Очень круто. Очень хорошо. Потом будем раскрашивать. Раскрашивать. Что, что? А когда мы мышцем будем? Скоро, уже скоро. Нам нужно сверху закончить. Давайте мы сейчас ускоримся. То есть мы будем ускоряться для того, чтобы успеть, да, всё. Итак, мы сейчас ускоримся и сделаем фон. Я вас попрошу взять голубой и жёлтый. Кто тоже знает этот приём, кто был, по-моему, вчера на уроке. Голубой и жёлтый. Так, вот, тёплый жёлтый и просто голубой. Я беру голубой и жёлтый. И мы сейчас будем делать там, 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 сверху голубое небо. Посмотрите, вот так вот. Равномерно. Посмотрите, равномерно. Это значит, посмотрите, вот так. Я покрываю равномерно. Вот не так. Вот это правильно. Вот это неправильно. Посмотрите внимательно, ребят. Вот это равномерный тон. Это правильно. а вот это каляки-маляки это неправильно окей то есть когда мы сейчас тонируем небо видите штрихов у меня почти не видно потому что тон ложится равномерно вот это хорошо а вот это каля-маля то есть мы вот так тонируем горизонтально вы можете немножечко заходить на листики ничего страшного в этом нету если вы на контур листиков заходите и мы делаем это достаточно быстро посмотрите чек-чек-чек-чек-чек-чек сильно вниз не спускайтесь небо будет вот только чуть-чуть чуть-чуть будет небо все остальное будет желтеньким желтеньким находим на голубое небо точно так же и заходим ниже и сильно не давим ребят и быстренько быстренько тонируем background мы тонируем background fast light tone we don't want to see lines we want to have soft mixing ирина да 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 дакона лучше желтым теплый такой теплый ближе теплый вот не холодный а второй который потемнее теплый ты можешь посмотреть он даже ближе такой к оранжевому знаешь и делаем это быстро да да очень хорошо алис желтенький может вот такой да вот этот идеальный мир будет вот этот будет идеальный алис посмотри я сейчас усиливают он особенно снизу да и немножко усиливаю нажатия чтобы снизу мой оранжевый был поярче чтобы снизу мой оранжевый был поярче видишь снизу чтобы он был чуть ярче да да какой вопрос он сверху это у нас и да да сверху это голубой то есть он ну так легкенько легкенько плавненько растворяется в желтом да вот он слегка растворяется вот так вот плавно посмотри я накидаю но он плавно растворяется чтобы не было переходов вот сейчас я сделаю он плавно растворяется в желтом очень плавно как раз и растворился видите голубой растворился в желтом желтый теплый особенно снизу даже прям такой вот смотрите я даже оранжевый давно мы наверное песочек час оранжевый добавим ну то здесь такой теплый 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 и этим же желтым оранжевым вы можете сделать вот так смотрите я очень сильно сейчас давлю а им пушин вае стронкой дна пикас дсс top of the land это как бы вверх земли посмотрите я очень сильно этим же желтом сильно сильно надавила и получилось что такой темный темный цвет о темно-желтый и потом оранжевый and just orange on the top then just orange это я уже землю делаю то есть мы сейчас с вами сделаем background для того чтобы работа уже практически вся была готова да было ощущение что уже все готово практически посмотрите вот вот так оранжевым цветом я делаю землю желтый и оранжевый оранжевым можно подчеркнуть контур потому что карандаш то я не хочу чтобы было видно оранжевый прям поверх корешков заполняю да 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 я подожду не переживай не переживай подожду да отличный бэкран умничка очень хорошо отличный желтый с голубым замечательно прекрасно да переходи к земле смотрим ирина сделала задний фон да Лерочка вот особенно здесь у основания вот тут видишь чуть сильнее дави чтобы поярче был чтобы поярче а дина прекрасно да нежный фон яркая земля оранжевая шикарно да прям вот как на один фон чуть сильнее дави да для того чтобы ярче вот этот желтый был и его лучше было видно особенно вот к низу да вот к низу к верху пусть нежно растворяется а вот у основания вот тут как будто солнышко туда прячется хочется поярче ну и прям совсем тут у земли можно взять какой-нибудь красно-коричневый меня их прям коричневый такой красный-коричневый да то есть чтобы оранжевый не был просто оранжевым оранжевый коричневом и это будет земля такой красный коричневый бордовый такой да бордовый норку мы не закрашиваем да норку я оставляю это красный или оранжевый сначала желтый потом оранжевый а потом коричнево-красный хорошо спасибо я делаю так чтобы не было контура видно я между нижнего вот этого ну видите как получается слой земли в земле сидят растения кто землю сделал обязательно покажите меня не ждите обязательно покажите если у кого-то земля готова покажите мне обязательно если кто-то все землю ребят переходите к верху чтобы вверх полностью был закончен например если вас какие-то еще остались растения да какие-то цветочки что-то такое то обязательно заполните в том же стиле то есть например цветы там если они красные к примеру отлично оставляй его оставляй животных потом раскрасим очень красивая земля у тебя очень красиво получилось но ничего страшного пусть над норкой идет такое тоже возможно а у меня тут бабочка где что же меня пусть над норкой ничего может ты можешь над норкой если хочешь немножко контур сделать вот так вот смотри как будто над норкой чуть-чуть землей присыпала видишь вот так вот чуть-чуть и тогда он сможет идти до по поверхности лови хост больше тебя да вот отлично да хорошо веру тебя акварельный карандаш или обычный акварельный акварельный тогда дави сильней ты все правильно делаешь дави просто ли чтобы ярче цвет был то есть выжимай возможности карандаша чтобы ярче был да у тебя акварельный карандаш но смотри какой яркий чуть-чуть посильнее усилия чтобы ярче работа была все правильно делаешь но хочется ярче окей и класс пришел милотин хафать на пожалуйста покажите что вы сейчас у вас есть мы закончим грибочки цветы наверху и перейдем к низу у кого есть цветочки наверху что-то заказать давайте заканчивать поднимите работы давайте посмотрим где вы даже если вы не закончили лиц окей но хочу посмотреть где вы все примерно находитесь так отлично один а уже готовы остальные части закончить алиса тоже готова замечательно вера я видела часть зимней сален как у тебя дела идут да 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 лер контур оранжевый сверху сделал какой красивый под небо красиво и очень красивый низ прекрасно да замечательно али очень хорошо и так ребят мы сейчас все что сверху заканчиваем в этом же стиле то есть если у вас цветы красные значит вы берете три красных красный фломастер если желтые три желтых и там например оранжевый фломастер да то есть нам сейчас нужно полностью полностью закончить вверх я сейчас это делаю да вот вот теперь хорошо читается контур отлично мы сейчас полностью заканчиваем вверх конечно я фломастером добавляю каких-то рисунков для своих растений но мы не хотим чтобы остался белый белый холст и мы это делаем достаточно быстренько да конечно же букв божьих коровок вы можете из животных раскрасить просто в какой-то один цвет например вот у меня божья коробка красная да я просто обвела красный контур и сделала ее красный часа поближе сделать и потом красным фломастером обвела ее контур все то есть можно не обязательно объем наделать да да лис очки не обязательно черные точки черным фломастером конечно без точек никак она живой божья коробка будь не божья коробка пусть ей будет 3 года вот божья коробка и появилась животных можно раскрасить в один тон контур поярче внутри посветлее да то есть животных в один тон можно раскрасить и вот этих всех божьих коровок цветочки обязательно среду внешнюю вы раскрашиваете многотонный до 3 тона минимум и так красный про темно-красный просто красный и розовый и розовый возьму вот я беру у меня будет цветы в любой цвет который вы хотите но мы ускоряемся и завершаем то что у нас есть то есть мы думаем окей это будет синим цветом сколько мне нужно оттенков окей это будет красным цветом сколько мне нужно оттенков я начинаю с контура из тени мы не просто раскрашиваем ребят контур тень до контур тень ну или вы можете просто повторить за мной посмотреть как у меня и повторить за мной но тень также слева снизу мы сохраняем тень сохраняем а Продолжение следует... Грибок вы можете раскрасить так же, как у меня. Ну, или выбрать свой какой-то узор. Главное, тень. Тень снизу слева. Помните, ребят? Ой, мы Айлин потеряли. Айлин куда-то пропала. Грибочек темно-красный. Контур и тень. Видите, грибочек? Контур я сделала грибочка. И слева снизу тень. Потом просто красный. И розовенький. И розовенький. Три тонн. Получи коричневые. Ирина, а у меня здесь улей. Улей, покажи. Покажи, покажи, покажи. Сейчас покажу. Сейчас, Алисенька, сейчас покажет мне Лерочка. И мы посмотрим. Ладно? Да. Сейчас. Отлично. Очень хорошо. И ты его делаешь контур оранжевым. Контур делаешь оранжевым всех линий. Тень чуть-чуть снизу слева оранжевый. А все остальное желтым внутри. Угу. И будет шикарный улей. Если кому-то нужна также помощь с цветовым решением, ну, чего-либо, пожалуйста, дайте мне знать. Алис, у тебя был вопрос? Ага. У меня уже крепы коричневые. Окей, они могут быть коричневые. Любого цвета могут быть, да. То есть ты выбираешь сама цвет, как ты хочешь. Любой цвет. Любой цвет. Но в три тона, да. То есть, как мы обсуждали, должно быть три тона. А цвет может быть любой. Угу. Угу. То есть вы можете взять как-то с меня скопировать. Или можете взять любой свой цвет. Это не важно. Главное, чтобы вы применили то правило, которое мы делали. Три тона и контур фломастером. Я сделала таким цветом. Но вы можете заходить и каким-то другим. То есть это возможно, да. Ну, конечно же, фломастером обязательно делаем контур. Я беру синий фломастер. Да, ножки не забудь. Алис, ножки у грибочка не забудь. Ножки делаются фиолетовым и голубым. И контур фломастером не забудь. Я синим фломастером делаю контур. Не забудь. Со стороны тени. То есть не везде, а где тень. Так, чтобы узорчик был, да. Видишь, я на грибочке узорчик делаю. Посмотри. Делаю я это синим цветом. Со стороны тени. А там, где грибочек красный, сверху, я сделаю красный контур. Ой, красный, красный. Вот, смотрите, какие красивые грибочки получились. А все потому, что мы использовали контур фломастера. И цветы красные я сделаю контур фломастером. Точно такой же прием будем использовать. Круто! У меня остался еще один цветочек. Я его точно так же, ну, давайте, наверное, каким желтым сделаю. У кого-то мулей был оранжевый. Я покажу, как этот тон будет, если в оранжевый цвет это сделать. Идея точно такая же, да. Просто у меня цветок, а у кого-то. И мы сейчас посмотрим, как у кого получилось. Вот так, видите, я оранжевым раскрасила. А внутри желтенький, темно-желтый и потом светло-желтый. И вот получился объемный цветок. Потом светло-желтый. И, конечно же, оранжевым фломастером. Можно коричневым или оранжевым. У меня есть темно-оранжевый. Ой, слишком светлый. Сейчас возьму какой-нибудь потемнее. Идите, потемнее. И мы делаем узоры. На цветочке обязательно узоры делаем. На улей полосочки, да, то есть без узоров мы не обходимся. Иначе иллюстрация не будет такой интересной. Ее не будет так интересно смотреть. А как мне бабочку раскрасить? Ой, хороший вопрос. Давай вместе. Я тебе предлагаю сделать бабочку голубой. Это значит, что мы берем серенький. У нее будет серенькое брюшко. Вот смотри, я беру черный. Обвожу черный контур. Внутри серенькое, да? Еще раз. Черная голова. Усики черные. Ножки. А сам вот этот вот красивый листочек, ну, как крылышки, будут голубыми. Но опять три тона, да, смотри. Ну, можно два. Я беру просто синий, делаю контур. Беру просто синий, делаю контур. Помнишь, мы бабочку темно-зеленую делали? Края темные. Вот, видишь, края темные. А внутри светлая. Внутри светло-голубой. И черным цветом, черным цветом мы делаем контур. Помнишь, когда мы зеленую бабочку рисовали? Черным цветом делаем контур. Вот этот сам контур. Помнишь, он был у нас черный, когда мы 3D бабочку рисовали. Помнишь, основание и сам контур был черным. Глазик внутри я оставляю беленьким. Вот такая бабочка. Но вы можете свой узор выбрать. То есть я вот такую сделала, а у вас может быть другая бабочка. Вон какая бабочка. О, ребят, а я все. А я все раскрасила, что у меня было. Давайте посмотрим, как получилось. Я даже сама не заметила. Вообще все раскрасила. И бабочку, и божью коровку. Сейчас таракана нарисую. Это муравья, который идет по земле. Вот муравья нарисовала. Так, смотри. У-у-у, Алис, какой розовый красивый цветок. Фломастером контур обвела? Да, обводи. Кто все, обязательно покажите. Хочу посмотреть, как у кого получилось. Какой красивый верх. Не забывайте фломастером обводить, для того, чтобы это было ярче, ребят. И так, я фломастером делаю контур для цветочка. И узорчики, ребят, узорчики тоже. Узорчики должно быть видно, да? Узорчики должны быть видны. Когда мы раскрашиваем, узоры должны быть видны. Чтобы это было интереснее рассматривать. Потому что, если узоры не видны, ну, то и нечего смотреть. Как дела идут у Леры, у Одины? Айлин, как у тебя идут дела? У-у-у, как красиво. Очень красиво, да. У грибочка обязательно контур фломастером не забудь делать. Очень красиво. И мне нравится, что ты начала бэкэнд и остановилась. И продолжила дальше. Супер. Обязательно закончи. Небо вообще потрясающее. Давай, Одина, посмотрим. Ну, я имею в виду потом, когда. О, я вижу, ты уже гуси. Гусеница шикарная вообще. Гусеница потрясающая. Продолжая, продолжаясь. Гусеницы, да, очень хорошо. Прям, ну, сказка. Как идут дела у Алисы и Леры? С верхней частью. Ближе, ближе, да. Отлично. Очень хорошо. Остался муравьишка, да. У бабочки, у бабочки тело прям сделай черным, черным карандашом или фломастером. Ну, лучше карандашом, именно черным. Знаешь, прям черным. Не тем простым, который мы рисуем, а черным. Чтобы тело было ярче. Сверху мы закончили. Молодец. Сверху мы уже закончили. Отлично. Да, Лерочка, очень хорошо. Лер, тебе осталось, например, вот промежуток, да, тоже оранжевым. То есть так, чтобы белого ничего не осталось. Промежуток тоже оранжевым, коричневым здесь делать, да, чтобы ничего не осталось. Но это мы можем закончить самостоятельно. Нам сейчас нужно перейти к низу, окей? Айлин, да, не слышу. Что-то... Итак, посмотрите, какой у нас живописный, красивый верх, ребят. Вы сможете это закончить позже. Нам нужно переходить на низ. Итак, для того, чтобы нам сделать низ, нам нужно сейчас сделать background, да, вот все вокруг. Внутри у нас будет желтенькое. То есть мы берем, ну, такой телесный или желтый цвет. И вот так вот равномерненько, равномерненько покрываем. У меня это желтый цвет, да, это желтый цвет. Очень равномерно, однотонно, пока что однотонно. Покрываем норку. Норку, 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 посмотрите. Это у меня такой желто-оранжевый цвет, но он телесный, цвет тела. При этом обратите внимание, карандаш у меня никуда не пропадает. Он у меня остается. И цвет должен быть равномерным, ребят. У меня на вот этой стороне полка. Что, что, Ович, покажи, что у тебя? Полка? Это окей, ничего, да, все равно закрашивай. Полочку можешь чуть-чуть обойти, да, можешь полочку обойти. Закрашивай, но возьми такой ближе к оранжевому, хорошо? Ближе к оранжевому. Я такой самый ближе к оранжевому. Итак, ребят, а вот там, где огонь, мы берем ярко-оранжевый. Где огонь, мы берем ярко-оранжевый, потому что от огня идет свет. И желтый, ярко-оранжевый и желтый. То есть мы раскрашиваем. Да-да-да. У меня такая же, но такой же качел, только она сейчас не готовит. Там огонь есть или нет? Там огонь нет, она сейчас не готовит. Тогда ты можешь просто серую норку сделать. Ну, то есть вот таким же бежевым цветом. Но если у вас там есть огонь, пожалуйста, добавьте оранжевый цвет. Оранжевый и желтый. Тогда будет ощущение огня. Да, это очень красивый эффект, очень красивый. Вы его увидите, когда вы используете желтый, да, такой яркий, смотрите, для стенки и оранжевый. Вот, посмотрите, я желтым наверх захожу, как будто бы свет растекается, да, как будто я еще один огонь рисую. Это очень-очень, ребят, красиво. Вот сюда я желтым захожу. Вот, видите, наверх. Как будто бы есть ощущение огня, как будто огонь отражается в стене. Конечно, он должен быть отражаться и вот здесь вот вокруг норки. Вокруг норки тоже отражается огонь. Так, смотрим. Ярче-ярче, Алис, очень хорошо. Ярче-ярче, нажимай поярче для того, чтобы был, ну, как бы, норка ярче. Посмотрите, видите, как я сделала? Я сделала такой светло-оранжевый, где вот здесь огонь. Ярко-желто-оранжевый, вокруг огня, желто-оранжевый, видите, все вокруг огня. И прям огненно-оранжевый сейчас будет край, да. Да, 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 да. Я не очень хорошо вижу картинку, потому что оно мутно. У меня почему-то оно мутно. Мутно? Ой, спасибо, что сказала. Я сейчас поближе сделаю. Так лучше? Да. Итак, я добавила, посмотрите, просто оранжевый, да, посмотрите, просто оранжевый, желтый. И прям уже у самой стеночки я добавила такой ярко-оранжевый, он уже почти что красный, да. И есть ощущение огня, как будто вот огонь заполнил пространство норки, да. Да, есть такое ощущение. Если нет огня, мне тоже это надо делать? Нет, ты можешь однотонную норку делать, однотонную, но по краям потемнее, да, например, более такой коричневый. Ты можешь норку однотонную, потому что у тебя огонек не горит еще. Ну, у кого огонек горит, попробуйте этот эффект, это очень красиво, ребят, очень красиво. И так же вокруг я делаю чуть-чуть оранжевый. Вокруг огня. А на полу тоже надо так красить? Да. Да, да, тоже, вот смотри, немножко вокруг огня на полу тоже мы так делаем. Нет, ну, надо тоже на полу вот с таким раскрашивать, если нет. Да, 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 точно так же на полу раскрашиваем, при этом обрати внимание, что я раскрашиваю в центре пола, а сам край по кругу я пока не раскрашиваю, потому что там будет очень темно, да. Вот этот край по кругу я пока не раскрашиваю, вот этот край по кругу, я его оставила. Если не очень понятно, ребят, скажите, ой, а я не понимаю, как раскрасить вот такой в оранжевый цвет, да, обязательно дайте знать. Я использовала темно-оранжевый, просто оранжевый, желтый и телесный, телесный, это был основной цвет нашего домика, вот. И сейчас я возьму темно-темно-коричневый для того, чтобы всю эту норку вокруг... О, красиво, Лера, ближе, ближе, Лер, ближе, 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 отлично, да, видишь, Лер, как будто от огня есть свечение. Сейчас мы сделаем вокруг норку темной, и будет, а вот это свечение оставим светлым, и будет ощущение, что огонь светится. Да, Алисенька, да, 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 Алис, вокруг, то есть вокруг... Да, Лер? Моя мышка, она на коврике сидит. Отлично, значит, будем рисовать коврик. Алис, контур чуть потемней, да, вот только видишь, я затемнила, вот здесь, где норка, вот тут затемнила, тоже затемни, то есть более коричневым или темным. Итак, потом мы берем просто коричневый, темно-темный, не просто, простите, темно-коричневый, мы берем темно-коричневый, и мы сейчас делаем тень, посмотрите, то есть вокруг я делаю контур, вокруг мышки делаю контур, вокруг вот тут вот делаю. Мы делаем сейчас контур и мы создаем тьму. Вот здесь у меня солома лежит, мы делаем жесткую тень от всего, что есть, посмотрите, у меня здесь есть клубок, от него раз я тень делаю, у меня здесь сидит мышка, от нее, потому что от огня тень, видите, от огня-то тень, поэтому тень мы делаем достаточно сильную и интенсивную. От всех предметов мы делаем достаточно сильную тень, даже от палочки, посмотрите, вот видите, от палочек даже будет тень. А мы это с каким цветом делаем? Темно-коричневым, темно-коричневым. Тем, которым мы корешки делали? Да, можно тем же, которым корешки или какой-то другой взять оттенок, чтобы он отличался, но я взяла тем же, которым мы делали корешки. Ой, прости, я взяла как раз такое, что не тем, которым мы делали корешки, а немножко другое, чтобы он по цвету отличался, но можно и тем, которые корешки делали, то есть это не критично. и я как раз таки делаю вот этот овал посмотрите то есть мы сейчас этим обалом я захожу и делаю как раз таки пол вот этот край пола я закрашиваю который мы чуть-чуть оставили да смотрите вот так вот и будет ощущение свечения потому что желтый яркий очень как огонь светится берите ощущение огня вокруг мы еще потом чуть-чуть усилим тень я покажу чем и вообще будет прям ух огонь огнище будет и то же самое сверху сейчас я чуть-чуть подальше сделаю видите контур норки я сделала темный видите контур норки я сделала темный контур точно также мы делаем контур стенки темный ну как темный он просто темнее чем сама норка да ну вот этот свет чем это само свечение от каждого грибочка я тоже делаю тень посмотрите от каждого грибочка я делаю тень от грибочков тень длинная потому что грибочки висят далеко да ближе леночка ближе ближе да очень хорошо лер вот этот коричневый который ты снизу положила вот здесь еще добавь видишь вот здесь то есть по контуру норки что было более правдиво что тень попадает и конечно на стенку тоже да и от каждого предмета ребят обязательно добавьте яркую тень что было ощущение что вот этот свет горит очень сильно видеть я тень добавила сверху тоже обязательно мы добавляем тень и и там где припасы там конечно темно там не попадает свет и там тоже темно видите где припасы там темно там свет не попадает от очага от очага что ж мы сделали с вами тень теперь нам нужно сделать красивые красивый контур мы берем обычный коричневый обычный коричневый вот я беру коричневый фломастер и мы создаем форму и мы создаем форму и вы можете видеть как простой карандаш превращается в красивую форму красивый в красивый узор корешки помните у нас проникали внутрь корешки я теперь их могу тоненько-тоненько нарисовать потому что у меня фломастер позволяет это сделать также я прорисовываю корешки внутри да а у меня вот здесь вот отлично отлично тогда просто сделать две две комнаты но они должны быть сильно темнее да вот такого темного цвета смотри потому что света там не туда чтобы была очевидна разница свет это там нету вот и обязательно добавь контур фломастера вот я сейчас карандаш подправляю чтобы корешки вот эти все они появились да и работа смотрелась интересно не просто что какое-то желтое пятнышко а вот коричневым фломастером видишь я делаю мелкие корешки и насколько сразу красиво работа смотрится она прям раскрывается конечно же я делаю контур контуры норки я делаю контур можно для всей норки сделать коричневым потому что она вся в тени немножко неровные делаю да как будто она ее вырыла чуть-чуть смотрите видите вот так вот алис как у тебя идут дела с контуром для норки ой какая-то и пол какой яркий отлично очень хорошо а столовая у тебя внутри раскрашена да стеночку в столовой тоже тоже раскрашивай то есть нам сегодня нужно завершить у мышки норку полностью включая столовую и все что там у нее есть норка имеет толщину не забывайте помните мы толщину у норки рисовали до то есть я рисую обязательно у норки толщину какие сказочные у всех работы получаются невероятно сейчас я добавлю больше корешков и вы увидите насколько красиво будет выглядеть норка а без этого она не смотрелась ребят без деталей но у дизайн и дитейлс над интерсентом не интересно смотреть да то есть именно вот эти все корешки коричневым который я прорисовываю они заставляют зрителя присматриваться в то что нарисовано так конечно я делаю контур пола я его делаю неровненьким контур пола я делаю неровным там то камушки да то еще что-то попадается поэтому пол я тоже делаю неровненьким как будто бы камушки лежат делаю как будто камушки один как у тебя идут дела ну и вокруг вот этот контур мы можем обложить зелененьким я просто темно-темно зеленым заложу как будто знаете она как будто травку там хранила зеленый коричневый да вот этот контур я сделаю немножко зеленый немножко коричневый как будто она выкладывала это все травкой чуть-чуть зеленого и чуть-чуть темно-коричневого чтобы было ощущение что эта травка контур я фломастером уже сделала видите как будто травмованная травка очень красиво и мы почти закончили то есть нам осталось мелочь но мы это закончим на следующем уроке иллюстрация это большая работа и очень красивая посмотрите сколько вы брону сколько вы сделали очень много много выполнили ну у меня здесь вот солонка да видите солонка я я ее раскрашу она оранжевая с желтым да да какой вопрос и черт черная солонка черная в тени она черная меня большая еще три маленьких норки норки ты про норки да верочка так у лера за и да да лера тебя не слышно лер если ты меня слышишь тебя к сожалению не слышно окей я тебя вижу сейчас будем смотреть как у кого получилось кто если у кого-то много норок не переживайте ничего страшного в этом нет это будет как у кого-то много кто основные вещи сделал возьмите просто фиолетовый у кого есть огонь у кого есть огонь я беру просто фиолетовый и делаю тень сильней посмотрите фиолетовым можно взять даже чуть-чуть черный но с черным надо смотрите не переборщите да и мы те делаем сильнее от предметов от всех предметов я делаю тень сильней от мячика посмотрите от мячика тень от мячика тень от мышки тень фиолетовым или можно чуть-чуть черненьким от корня от корня прям лучше фиолетовым у меня здесь тень смотрите от корня видите от корня тень ушла да да хорошо очень хорошо очень хорошо алис у тебя контур с нижней норки не вижу контур да видишь у нас толщина есть толщина есть вот у нижней норки кто толщину снизу контур добавь прямо только контура не хватает от грибочков тень фиолетовым добавляю от стеночки тень вот тут вот у стеночки тень фиолетовым добавляю от хвостика тень и от любой полочки которая у вас есть тень если у вас есть огонь тень делаю фиолетовый тогда видите ощущение что прям светится да прям аж светится светится наш огонь красивый я думаю всем видно этот эффект красивый давайте примерно на этом сейчас остановимся пока что на этом остановимся вот так должно получиться да 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 лер а на самом коврике тоже у тебя будет тень обязательно отметь не забывай на самом коврике да то есть ты прям аж фиолетовое сделать от мышки просто она там будет немножко красная потом есть ну или там желтый смотря какого цвета коврик но обязательно тоже там она будет итак ребят я попрошу поднять ваши работы то есть носить на текущий момент у нас уже ну практически все завершено да вы можете видеть сколько много мы сделали нам осталось сделать только маленькие детальки и фон который мы сделаем черным ой как красиво у 1 и да ребят поднимите поднимите работа айлин ждем хочу посмотреть да мне нужно что что алис что что алис еще раз как сделать как сделать кого клубок я щас тебе покажу давай сделаем фотографию покажу поднимите работу окей поднимите работа я делаю фотографии раз-два так улыбаемся три оп проверяю что получилось значит один у тебя тебе нужно желтый прям поярче нанести там где огонь прям поярче давить да тогда будет вот этот желтый яркий будет ощущение огня то есть прям не бояться прям такой яркий яркий делать вот именно где вот огонь попадает свет посмотри где у меня и не бояться и прям ярко делать клубок сейчас я покажу сохранить как сейчас мы сохраним фотографию значит ребят следующий день следующий урок мы эту работу заканчиваем и вам нужно подготовить два холста два холста для выпускных работ окей две выпускных работы будут в краске два холста значит для следующего урока иллюстрации два холста